здравствуйте вы попали на кулинарный канал доктора скачков хвоя в народной медицине используется часто но не все способы приготовить и применять хвою безопасны для вашего здоровья жизни некоторые могут вызвать явление печеночной почечной недостаточности инфаркт либо инсульт а вы слышали что хвоя безусловная польза отзыв врача практикующего врача с более чем 30 летним стажем диетолога фитотерапевта в седьмом поколении вы узнаете в этом видео поэтому смотрите это видео дальше полезные свойства хвои несомненный почитайте химический состав масса макро микроэлементов которые нужны для хорошего обмена веществ также много витаминов группы b есть витамин c причем больше чем в лимонах хвоя может быть источником витамина c это известный факт а также бета каротинов хлорофилла каротиновая паста известна она издавна применяется в медицине как местное ранозаживляющие противоожоговое средство улучшающий обмен веществ кожи но если вы хотите по-иному использовать хвою смотрите это видео дальше я расскажу вам как правильно приготовить хвою и как ее правильно использовать чтобы получить максимальную пользу для вашего здоровья с минимальным риском для вашей жизни риск как вы понимаете даже от выпитого стакана воды существует можно просто захлебнуться свой несколько сложнее и так как готовить хвою правильно вы берете либо высушенные иголки хвои либо берете свежие иголки хвои разница между ними понятна и очевидна при высушивании вы примерно в 10 раз теряете витамины то есть витамины группы b витамин а витамин c будут окисляться и их будет вы собственно хвой меньше соответственно и в настой в чай выйдет значительно меньше полезных веществ поэтому выбор между двумя вариантами конечно используйте свежую хвою тем более что хвоя доступна единственное что старайтесь брать ее подальше от хозяйственной деятельности человека все-таки хвоя хороший аккумулятор экологических токсинов далее вы хвою должны измельчить если сухая просто поломайте руками если хвоя сырая то порежьте на кусочки длиной один два сантиметра больше измельчать не нужно в порошок измельчать не нужно что делать дальше а дальше вы воду доводите до кипения обязательно вода должна пройти стадию кипения под названием белый ключ это самая опасная стадия для биологически активных веществ хвой они будут уже окисляться в процессе приготовления далее вода у вас закипела и вот здесь крутым кипятком вы можете обдать хвою можно ее нужно накрыть крышкой укутать можно или поставить на огонь при накрытой крышке и несколько минут потомить в этом случае максимальное количество биологически активных веществ хвои выходит вы этот чай либо в настой дольше долго кипятить не нужно отвар готовить не нужно вы потеряете многие ценные вещества при остывании до комнатной температуры чай либо настой из хвои разница чай вы залили кипятком и остыла настой вы залили кипятком несколько минут потомили и опять таки дождались остывания у вас настой или чай готов к употреблению есть эксперты которые советуют при разных заболеваниях внутренних органов добавлять хвоя в процессе приготовления либо уже в готовый чай либо настой разные ингредиенты мед лимон имбирь другие компоненты и использовать для приема внутрь я бы сказал это самый опасный для вашей жизни способ применения чая из хвойных иголок из сосновых иголок кроме тех биологически активных веществ о которых я сказал они измеряются если брать витамин c это 0 3 процента другие биологические активные вещества измеряются сотыми и тысячными долями процента а хвоя содержит очень интересный компонент содержание которого 10 12 процентов это смола смола очень неприятно бактериям когда вы идете вы лес вы частично и компонентами некоторым летучими компонентами из этой смолы вы дышите фитонциды убивают бактерии это здорово если вы правильно приготовили чай или настой из хвои фитонциды останутся в этом напитке и тоже могут выполнять антибактериальные свойства смолистые вещества содержатся в составе пенены иными словами содержит скипидар пробовали выпить когда-нибудь скипидар чистом виде думаю что очень небезопасно это занятие вы это понимаете это знал кстати и один доктор известный фамилия вот залманов вот я вас советую использовать чай либо настой из сосновых иголок или из хвои сосны а можно использовать хвою пихты можно использовать хвою можжевельника кедра принцип один и тот же готовить вы уже знаете как а вот применять лучше по методу залманова он советовал применять ванны можно из хвои если хотите можете купить желтый либо белый скипидар по действию они похожи механизм действия похож местное раздражение кожи улучшение притока крови кожи вы получили хороший терапевтический эффект улучшили состояние кожи и и придатком придатки кожи это волосы и ногти иными словами вас внешний вид кожи будет лучше волосы и ногти будут расти лучше хотите получить больше при вдыхании вы обладает получаете еще и дополнительный антибактериальный эффект по отношению к тем вашим союзни со спутником которые находятся в дыхательной системе и дезинфекция будет происходить если у вас одно время происходит лечение бронхита пневмонии вы получите дополнительный терапевтический эффект но не в случае если это ребенок с бронхитом очень легко перевести обычный бронхит вы бронхит с осматическим компонентом либо бронхиальную астму и при бронхиальной астме я бы не советовал такие ингаляции использовать а частичное небольшое всасывание через кожу приводит тому что рефлекторно раздражается сосудодвигательный центр усиливается увеличивается частота сокращений усиливается сила сердечных сокращений несколько повышается артериальное давление поэтому я бы не советовал использовать людям склонным к гипертонии использовать сосновые ванны вот таким способом а как к ним подготовиться правильно вы остывший уже чай добавляете ванну но не сразу первым в горячую ванну в умеренную горячую ванну температурой 38 39 градусов помещается тот кто собирается лечиться через 35 минут когда кожа у вас покраснела можно добавить чай либо настой из сосновых иголок и продолжать принимать эту ванну дальше в этом случае вы получите максимальное лечебное действие а вред будет минимален просто если вы в горячую воду с уже находящимся там экстрактом из сосновых иголок войдете кожа у вас еще не покрасневшая вот здесь возникнет маленький нюанс может всасываться часть компонентов через кожу и вы можете получить токсическое действие пример такой же если пить чай или настой из сосновых иголок кстати кто пил кто уже пробовал этот эксперимент проводил на себе мне интересно сколько раз подряд вы смогли выпить такой чай я пробовал такой чай на заре своей деятельности около 30 лет назад но больше двух глотков у меня не получилось не знаю нужно иметь какой характер и сил воли и мотивацию вот где-то там здоровье и нужно к этому здоровью прийти регулярно испытывая возможности своего организма очень легко компоненты хвой выделяешь через почки убивают нефроны почек у вас усиливаются явления почечной недостаточности и перспективе у вас появляется вот перед тем мифическим здоровье на которые вы таким образом таки не дойдете у вас появляется необходимо сделать пересадку почки напомню пересадка одной почки около 150 тысяч долларов а вы таким способом можете убить сразу две пушки после чего появляется явление почечной недостаточности Поэтому я бы так не советовал вам делать под любым соусом, с любыми сопровождающими лицами чай из хвойных иголок, или из сосновых иголок. Либо настой из сосновых иголок. Я бы не советовал вам пить. И неважно, у вас будут сосновые иголки, иголки пихты, кедра, или у вас будет хвоя можжевельника. Все эти растения достаточно хорошо защищают себя от вредителей. Поэтому вы вряд ли найдете какие-то повреждения, вызванные грибками, либо бактериями, либо вирусами на их поверхности. Очень сложно им пройти эту антибактериальную защиту. Но она очень ядовита для почек человека, не только для различных микроорганизмов. Поэтому внутрь не советую. Наружно я вам сказал, длительность одной ванны зависит от того уровня здоровья, который вы имеете. А также от тех целей и задач, которые вы перед собой ставите. Она может быть 5-10 минут, а может быть и 20-25 минут. Частота приема ванн тоже индивидуальна. Можно ежедневно. А можно принимать ванны, например, если вы хотите улучшить работу иммунной системы, не чаще одного раза в неделю. В этом случае ваша иммунная система каждую неделю будет работать более интенсивно. И помогать вам справляться с теми неприятностями, которые в организме могут быть. Я имею ввиду бактерий, вирусов, грибков, раковые клетки. Всем из них будет не очень хорошо, если вы правильно используете чай из сосновых иголок. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моих каналов словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. А на моем канале, вы сейчас попали на кулинарный канал доктора Скачко, уже есть несколько видео о том, как приготовить правильно чай китайский. В зависимости от вашего пола, возраста, уровня здоровья, тех целей и задач, которые вы перед собой ставите. А будут и другие видео, полезные для вашего здоровья. И чтобы вы не потерялись на просторах интернета, не забудьте подписаться на этот канал. И эта информация важная для вашего здоровья, как надеюсь из этого видео, будет доступна вам. Кстати, если это видео вам понравилось, можете поставить лайк. Если вы какую-то информацию получили не в полном объеме, напишите свои вопросы в комментариях. По мере наличия свободного времени, буду на них отвечать. И вы будете получать больше информации, как беречь самый большой дар от ваших родителей, которые вы получили. Вместе с вашей жизнью. Это ваше здоровье. Но беречь вам его придется самостоятельно. Активное долголетие. Это понимание вами, что нужно делать. Какие оптимальные действия нужно совершать здесь и сейчас, чтобы жить лучше и дольше. До новых встреч на моих видеоканалах Доктор Скачко и Школа Доктора Скачко. Это YouTube. А также Школа Доктора Скачко в Instagram. Не забывайте искать кулинарный канал Доктора Скачко. Там много полезной информации, как правильно готовить различные продукты, питания и напитки для вашего здоровья. До новых встреч!